ПЕСНЯ В Москве полночь, меняется караул у мавзолея. ПЕСНЯ Бьют куранты. Меняется караул и бьют куранты так же, как вчера, как год назад, и 30, и 40 лет назад. Меняется караул и бьют куранты так же, как в полночь одного из дней 1935 года, о котором мы и ведем рассказ. Когда куранты с паской кремлевской башни играли интернационал, на мысе Оловянном в полярной пустыне Эрнест Крэнкель надел наушники, и включил приемник. Планета частью еще спала, частью уже бурлила дневной суетой, завтракала, работала, смеялась, печалилась, убирала урожай, купалась, читала газеты, нюхала цветы. В календарях всех частей света на листке этого дня было обозначено 27 сентября 1935 года, пятница. Так начинается предисловие к одной удивительной книге, которая была создана по инициативе Алексея Максимовича Горького и лаконично названная потом «День мира». 27 сентября на круглосуточной журналистской литературной писательской вахте был записан, зарисован, зафиксирован методами репортажа и художественного наблюдения «Будничный день земного шара». Мир был застигнут врасплох. Вашингтон. Президент Рузвельт выехал в предвыборный агитационный тур. Участники байдарочного перехода «Байкал-Москва» приближались к финишу. Писатель Михаил Михайлович Пришвин в городе Загорске прочистил ружье, выбил разбитые пистоны из пустых патронов, перезарядил их и собрался на утиную охоту. Прибывший в Германию для охоты на оленей венгерский премьер-министр Гембеш ввел с Герингом переговоры об охоте несколько иного рода. Вечером 27 сентября Георгия Дмитрова восторженно приветствовали на конгрессе Ким в Доме Союза. За несколько часов перед этим академик Павлов, принимал поздравления. Этот день оказался 86-м днём рождения Ивана Петровича. 27 сентября 1935 года. На календарях значилось третий день шестидневки, обычный рабочий день. Накануне вышел декрет Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ об окончательной отмене карточной системы и снижении цен на продукты потребления. Естественно, это было основной темой разговоров этого дня. Об одном жалею говорила корреспонденту правды ткачиха с трёхгорки Можанкова. Жизнь начинает разворачиваться, а я сворачиваться. Надо нам, старикам, просить отсрочку. Жизнь разворачивалась. Позади годы разрухи и восстановления, годы штурмов и побед первой пятилетки. 18-й год нашей биографии. Для этих ребят 18 лет гигантский срок. И как это мало для биографии страны. Сколько ещё нужно сделать? Посмотрите, в 35-м году устанавливают кремлёвские звёзды. И кинооператор старательно фиксирует это для потомства. Менялся облик столицы. Эта надпись появилась раньше 35-го. В 35-м строительство гостиницы «Москва» уже заканчивалось. По тому времени здание было одним из самых высоких в столице. Сегодня подъёмные краны стали неотъемлемой частью пейзажа любого из наших городов. А всмотритесь в московский пейзаж, который открывался с высоты 10-го этажа в 35-м. Московский пейзаж, столичный, ни одного крана. Кирпич за кирпичом, ряд за рядом, этаж за этажом, дом за домом росла Москва. А на ватманских листах в мастерских архитекторов вырисовывалась «Москва будущего». В этом году был принят генеральный план реконструкции Москвы. «Москва будущего». Наша сегодняшняя Москва. Кого удивит в сегодняшней жизни эта цифра? 140 жилых домов, 254 тысячи квадратных метров жилья. Именно столько было построено в Москве в 1935 году. И какими значительными были эти цифры для современников. Субтитры создавал DimaTorzok До пуска московского метрополитена Оставались считанные дни. В кадрах хроники 1935-го соединились две эпохи. Старейший извозчик Москвы Герасим Тимофеевич Доможилов на станции первой очереди московского метрополитена. «Подвольников до парка на метро». «Но подружка верный, да тут как древняя сталь, на русском стороне». «Наши годы длинные, мы трудятся». «Ну как дела, Семен Тимофеевич, понравился вам наш метро?» «Хорошо, хорошо. Ну как я поступил на конкурс. В 1886 году от Сокольников до Лубянки ездили. Сейчас, пожалуй, и больше. Но на вашем интерьере через несколько минут всю Москву переезжали». Я был в то время директором образцовой средней школы. Нас пригласили в Москву на семинар. Семинар у нас продолжался примерно около двух недель. После этого мы должны были поехать в Ленинград, посмотреть там, познакомиться с постановкой учебного процесса в школах ленинградских. А метро вот-вот, знаете ли, в мае месяце должно начать функционировать. Но из Ленинграда мы уж в Москву никак не можем попасть. Разъедемся по домам. Поэтому мы попросили разрешения в качестве экскурсантов посмотреть с метрополитен. Да, вы понимаете, просто, я не знаю, мы под собой земли не чувствовали, что как так нам, провинциалам, по существу? Мы же из провинции приехали. Москвичи еще не были там, не смотрели, не видели. Мы уже, так сказать, получили разрешение от Надежды Константиновны Крупской. Первая линия московского метрополитена. Молодой корреспондент комсомолки Юрий Жуков в своем репортаже об открытии метрополитена привел слова одного из первых пассажиров. Светло, ярко. Так, наверное, будет при коммунизме. 15 мая была опущена первая очередь московского метрополитена. А за день до этого постановлением ЦИК СССР за особые заслуги в деле мобилизации славных комсомольцев на успешное строительство московского метрополитена московская комсомольская организация была награждена Орденом Ленина. Торжественно праздновалось пятилетие Сталинградского тракторного. Сегодня кто-нибудь может подумать, ну что за идея праздновать пятилетие или выпуск пятитысячного трактора? Сегодня, когда мы привыкли к цифрам с шестью или семью нулями. Сегодня, когда мы запросто оперируем понятиями миллион и миллиард. А тогда, в дни юности наших отцов, тогда эти события воспринимались как исторические и давались напряжением всех сил. 147 тысяч тракторов было выпущено за пятилетие только Сталинградским трактором. 147 тысяч снарядов по отсталости в сельском хозяйстве. Таков был заголовок газетного репортажа об этом событии. А каким праздником был выпуск первого комфортабельного лимузина? Он вышел из заводских ворот в дни открытия седьмого съезда Советов. Седьмой съезд Советов. Съезд подвел итоги целой эпохи в развитии советского государства. Историческая задача, выдвинутая Лениным, превращение России НЭПовской в Россию социалистическую, была выполнена этими людьми, собравшимися здесь, в Кремле, и миллионами их товарищей на заводах и шахтах, в колхозах и совхозах. О новом человеке, о его мирном труде, говорил на съезде нарком тяжелой промышленности Георгий Константинович Орджоникидзе. Встреча с Кремлью мира, в то же время не забывали и не забываем об обороне нашей великой родины. Кадры теперь нашей промышленности есть. Они созданы. Они имеют за тысячи, сотни тысячи командиров, которые неплохо работают сегодня. По много раз лучше будут работать завтра. В этом нет никаких сомнений. Рождался новый тип рабочего. Советский рабочий. Через 8 месяцев, в ночь с 30 на 31 августа, забойщик Алексей Стаханов выполнил 14 дневных заданий. 1935 год стал годом рождения Стахановского движения. В решении пленума ЦК ВКПБ говорилось, Стахановское движение поднимает культурно-технический уровень рабочего класса, ломает старые технические нормы, перекрывает в ряде случаев производительность труда в передовых капиталистических странах и укрепляет таким образом позиции социализма во всемирном масштабе. Стахановское движение продолжается и сегодня. О преемственности традиций говорят молодые шахтеры Донбасса. Делегат 17-го съезда в ЛКСМ Василий Супрун. Рекорды это естественно способствует росту профессионального мастерства нас как забойщика. Повышению производительности труда это естественно. Но я бы хотел сказать, что рекорды не должны стать ну как бы в основе самоцелью. Я к чему это говорю, потому что допустим каждый день забойщик не может работать на этом уровне. Каждый день давать рекорд. А я считаю, что главной целью соревнований вот именно не за счет рекордов одних добиться высокой производительности труда, а именно на основе того, чтобы приблизить всю основную массу забойщиков до уровня передовых забойщиков. Это естественно скажется в целом на всей шахте. Если допустим 50 человек работает на шахте на уровне 170 процентов, то мы дадим какой-то рост производительности, прироста продукции. Но в целом 50 человек против 500 забойщиков, это же ничто. Дни рекордной добычи. Это вроде учеба. Как мы должны работать повседневно? Рекорд школа повседневного труда. Таково мнение героя социалистического труда шахтера Виктора Довбыша. Он и тысячи героев девятой пятилетки на практике подтвердили и подтверждают ежедневно эти слова. Года два назад один институт, ученые из Москвы послали письмо, спрашивают, а кого назвать стахановцев в ваше время? Вот как вы думаете о тебе видите? Вот стахановец. Я им просто о тебе, тот стахановец, который каждый день поднимал производительность труда ежедневно. И шел вперед и рос вместе с этой производительностью труда. Вот тот стахановец. А то, что Тразовы, вот сегодня сделала, больше не делала. Это разница таковая. В 1935-м вся страна следила за трудовым поединком двух кузнецов Горьковского автозавода Фаустова и Бусыгина. Победил Бусыгин. Имена стахановцев становились известными всей стране. Сегодняшний рекорд, передовые методы труда завтра становились достоянием каждого. Стахановское движение было ключом к решению задач, поставленных перед страной 17-м съездом ВКПБ. Партия руководила и направляла его. О проблемах дальнейшего развития стахановского движения говорилось на первом всесоюзном совещании стахановцев, в котором участвовало 3000 человек. Кто они? Машинист, депо станции Славянск, Донецкой железной дороги, комсомолец Пётр Кривоносов. Ткачихи из города Вичуга, Евдокия и Мария Виноградова. Вот началось стахановское движение, и мы решили свое движение организовать это по декабря. И решили с Марией, конечно, мы с ней не сестры, а на фамилии, но являемся сестрами по труду и по работе. Решили перейти работать на 100 статус, о том, как мы работаем. Работаем мы так, не суедельно, не бегаем, не нервничаем. В норме 525 баллов в смену, я стал давать до 900 баллов. И выше погнал, за 1146 баллов погнал. А раньше как работали? Там 500 баллов не сделаешь, пойдешь на мой... Настояние плохое, а когда 1146 баллов сделаешь, у меня, ребята, у меня 13 килограмм бригада, поле не сделало, пойдут спешили. Некоторое время назад был слет шефа наставника. Вот на этом слете молодежь рапортовала о своих делах, отчитывалась перед старшими, перед наставниками, перед своими отчитывалась. Выступали наставники тоже, рассказывали о работе молодежи, о выполнении личных планов, как молодежь выполняет личные планы. На этом слете выступил Александр Харитонович Бусыгин. И на этом слете он мне, как эстафету, передал свою каску и защитный щиток. Ну, эту каску я только немного подержал в руках, и у меня сразу же ее забрали в музей комсомольской славы при обкоме комсомола. Вот сегодняшние молодые кузнецы. У нас кузнецы работают. там условия очень жесткие. Первый приз сделал Карцев, кузнец. Герой сейчас стратегистик труда. Это было соревнование, которое охватило, посудило все бригады. И к финишной прямой мы пришли, я вам скажу по-честному, бригад 17, вплотную с нами. Но потом, в конце года, мы почувствовали, что основными претендентами на это место будет бригада наша и Огнева. Но мы чувствовали, что когда нам вывешали этот график, там показывали по дням, насколько бригада идет впереди, мы чувствовали, что мы эту бригаду немножечко где-то обгоняем. Да. И вот когда на приз Бусыгина стали соревноваться, то просто уже бригада, вот, например, Костя Абрамова, у меня подручный стоит рядом, он мне такой вопрос задал. Неужели мы теперь, когда же по сути дела, как говорится, пришли к финишной прямой, мы, говорит, упустим сейчас приз. Это все же первый приз. Кому это очень было интересно. Вот переходной приз, но это было интересно получить его. Александр Бусыгин и его последователи. Через 40 лет ветераны и те, кто продолжает их дело сегодня, собрались в Москве на Всесоюзной научно-практической конференции. Обращаясь к ее участникам, Леонид Ильич Брежнев писал, рожденное пафосом созидания нового общества, стахановское движение раскрыло громадные потенциальные возможности народа, таящиеся в его трудолюбии, способностях и таланте. Я не знаю, не знаю, не знаю. Было время, порошки копали. Здравствуйте. Очень рад. Гудов. Здравствуйте. Уставни знал. Уставница. Знали все. Сметаня. Сметаня. Петр Гудов. Здравствуйте. Комбайнер Борин. Спасибо. Я сразу прошу. Здравствуйте. Только бывший комбайнер. А? Бывший комбайнер. Привет, дорогие друзья. Друзья, я что хотел бы сказать, что я рад, что я с вами встретился со всеми. Спасибо. Вы, не только и другие, позвольте, так сказать, всех называть, так трудно можем, мы стояли у исток в Астахановском движении. Я человек того времени, когда партия громко заговорила о Астаханове. Он положил хорошее начало. Я думаю, что нет необходимости мне вам говорить, чтобы партия когда-нибудь уставала от того, чтобы напоминать нашему народу, и в первую очередь коммунистам, о Астахановском движении. Мы всегда говорим, работать по-стахановски, работать по-ударному. КОНЕЦ Новый Пышминский завод будет ежегодно давать стране 100 тысяч тонн электролитной меди. Сложный процесс разливки полностью механизирован. КОНЕЦ 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 На юбилейном празднике первой конной бойцы и командиры показали высокие образцы кавалерийской подготовки. КОНЕЦ 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 Физкультурники столицы отметили десятилетие комсомольской правды самым массовым в мире кроссом. КОНЕЦ 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 Ну, начинай ты, Георгий. Говори уж лучше ты, ты на метр раньше пришел. Ну, ладно, хорошо, давай я. Итак, товарищи, мы очень рады тем, что заняли два первых места в кроссе нашей славной газеты комсомольской правды. Мы надеемся, что в начавшемся сезоне не последний раз занимаем первое место. Верно, Георгий? Правильно. Телеграмма, посланные из Москвы, в ночь на 27 сентября. Мариуполь, директор устройконторы Феникс. Сметы все улажено. Наркомате проект одобрили. Шлите материалы. В Москве задержусь два дня. Фетисов. Станция прохладные воды. Станица Кущевка. Колхоз Карл Липкнефт. Погрузил 20 велосипедов, 30 патефонов. Пластинка Мехуда. Точка. Кое-где обещаю. Точка. Выезд телеграфирую. Точка. Пришлите станцию машину. Точка. Не подведите черти. Точка. Сережа. Камышин. Колхоз Красная Винтовка. Маркелову. Оркестр, артисты. К колхозному празднику. Приедут. Точка. Обеспечьте квартирами. Точка. Едут охотно. Точка. Выйду вместе с ними. Точка. Смышленкин. Орел Муценская, 22, Поповой. Экзамены сдала отлично целую маму, папу, бабушку Надю. Может быть, это Надя, отправившая телеграмму 27 сентября 1935 года, танцевала на этом балу в колонном зале Дома Союза. Баля первых выпускников полных средних школ. Эти ребята и девушки, родившиеся в 1917 году ровесники страны, были готовы к труду и учебе. Их планы были грандиозны, как грандиозны были планы и свершения всей страны. Мы рапортуем. Теперь наша замечательная Родина. Теперь наша партия. Наш любимый комсомол. Есть кадры, готовые к труду и обороне. И все новое поколение должно быть достойным сменить старую гвардию большевиков. Да, мы все познаем, пойдем и обкроем. Холодный полюс и скот голубой. Когда страна бы прикажет героям, и нас героям станет любовь. Я обязуюсь по первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Союза Советских Социалистических Республик от всяких опасностей и покушений со стороны всех врагов и в борьбе за союз Советских Социалистических Республик В 1935 году состоялись маневры Киевского военного округа. Киевского военного округа В 1935 году Владимир Ильич Ленин Мы приложим все силы, чтобы его продолжать беспрерывно. В то же время, товарищи, будьте начеку. Берегите обороноспособность нашей страны и нашей Красной Армии как зеницу ока. В процессе борьбы за техническую реконструкцию народного хозяйства укреплялась обороноспособность Советского Союза. Страна гордилась своей армией. Армией, надежно стоящей на страже границ первого в мире социалистического государства. В 1935 году страна отмечала много юбилеев. Пятилетие Сталинградского тракторного 15-летие первой конной праздновался в этом году и 10-летний юбилей Артека. Кажется, совсем недавно на страницах газет в кадрах кинохроники появлялись материалы о беспризорниках. В борьбе с детской безнадзорностью, с этим наследием войны и интервенции к середине 30-х годов были достигнуты большие успехи. Жизнь Артека, этой ребячей республики, как называли ее журналисты, была лучшей иллюстрацией того внимания, которое уделяла партия детям. Постановление о праздновании юбилея Артека было подписано членом политбюро ЦК ВКПБ, заместителем председателя Совнаркома Валерианом Владимировичем Куйбышевым. Это был последний документ, подписанный Куйбышевым. Вы знаете, вот мне часто приходит в голову такая мысль, что и молодежь теперешняя, и мы тоже самое хорошо себе представляем романтику, героизм в таких профессиях, как разведчик, ну, геолог, который там ищет новые какие-то ископаемые, врач, который спасает жизнь человека, ну, хозяйственник. Человек, занятый хозяйственной работой, планированием. Есть ли тут поле для героизма, для романтики? Многие задумаются и вряд ли. Многие ответят, да, есть. А Валериан Владимирович умел найти в этой работе романтику. И по существу вот вся эта его жизнь, вся эта самоотдача по существу была подвигом. Хотя этот участок совсем такой, казалось бы, спокойный. Из письма Валериану Владимировичу Куйбышеву жене. Эти 6-7 дней были совершенно сверхъестественного напряжения. Работа, люди, требования так тесно и густо навалились на меня, что не передохнешь. Все дни я просто физически не мог тебе писать. Был занят с утра до поздней ночи. Иной раз без обеда, без перерыва. Вчера вернулся с работы в половину второго ночи, но уже бодрый и спокойный. День хорошо и плодотворно поработал. У Валериана Владимировича есть такие слова, сказанные им как-то на партийном собрании, по-моему, в СНХ. Он сказал, которые, по-моему, отражают вот его жизненную позицию. Он говорил, история не дала коммунистам быть спокойными даже тогда, когда имеется успех. Каждый коммунист должен постоянно тревожиться. А нельзя ли этот успех расширить? И вот эта тревога постоянно жила в душе и в сердце и в уме Валериана Владимировича. Нельзя ли больше? А как сделать лучше? Это была его жизнь. Настроение является наиболее передовой и революционной отрасльной промышленности. Она переобразует все народное хозяйство. Она является основой индустриализации. Можно ли в этих условиях говорить относительно напряженного темпа для машиностроения, которые взяты в пятилетки? Те темпы, которые мы взяли в пятилетки для машиностроения, являются предрешенными. Вы знаете, вот у него была способность такая. Он за цифрами умел видеть что-то реальное, реальную жизнь, ту, будущую жизнь. И умел о ней мечтать, умел о ней рассказывать, что вот будет так. Строки из будущего. Новости 1977 года. 10 марта. Состоялся первый в этом году выпуск операторов дождевальных машин. Свидетельство на право обслуживания волжанок и фрегатов получили 60 юношей из многих областей нечерноземной зоны РСФСР. В Кишиневе завершен монтаж самого крупного в городе жилого дома на 400 семей. Десятиэтажное здание возведено из новой серии конструкций, изготовление которых освоено на домостроительном комбинате. В Советском Союзе осуществлен очередной запуск искусственного спутника Земли «Космос-897». В феврале 35-го особенно ждали газеты на селе. На обсуждение второго всесоюзного съезда колхозников-ударников, проходившего в Москве, был вынесен проект нового примерного устава сельскохозяйственной артели. «Колхозный путь – путь социализма – есть единственно правильный путь трудящихся крестьян». Так было записано в уставе. Уже 80% крестьянских хозяйств страны были объединены в колхозы. О путях их развития, о людях новой колхозной деревни говорили на съезде. Председатель колхоза Рахмат Джам Хакимов и Поливанов. Свекловод Марии Демченко. Она дала слово собрать по 500 центнеров с гектара и собрала в 35-м по 532. Бригадир женской тракторной бригады Просковья Ангелина. Председатель колхоза Коминтерн Анна Масонова. Закончился съезд и возвращались домой его участники. Так же, как бригадир колхоза имени Ковчиха Наталья Чегиринова. Здравствуйте! Это был не только рассказ о работе съезда, а разговор о сегодняшнем и завтрашнем дне колхозного движения. Разговор, который шел по всей стране. И те, кто еще продолжал работать на своих клочках земли, не могли оставаться в стороне. Убедившись в преимуществах колхозов, писали крестьяне деревни Вилочево Ленинградской области, мы, единоличники, в количестве 20 хозяйств организовали колхоз имени Седьмого съезда Советов. Только за три месяца 1935 года в колхозы вступило 775 тысяч крестьянских хозяйств. Эти девчата первая в стране женская тракторная бригада. Они не думают, что войдет их бригада строкой в историю комсомола, в историю страны. И не думает их 23-летний бригадир Паша Ангелина, что станет уже при жизни легендой. В 35-м году моя бригада, на которую никто вначале не надеялся, говорила Ангелина на съезде, будет работать хорошо и займет первое место в Союзе. В 35-м Ангелина в несколько раз перевыполнила годовое задание. Через два года в стране было уже около 60 тысяч трактористок. Урожай 1935-го. Государственный план хлебозаготовок был выполнен к началу октября. Росла страна, росли ее люди. Стремительные и радостные 30-е годы. Стремление, полная самоотдача, оптимизм. Кинохроника 30-х радостна. Обратите внимание, что все, кого вы видите в кадре, улыбаются. И это не дежурная улыбка перед объективом. Это радость страны, отмечающей свое 18-летие. Это радость людей, для которых труд из тяжкой обязанности стал радостью и делом чести. В воспоминаниях о 30-х кто-то написал, что когда завершился в Кремле первый съезд стахановцев, весь зал запел песню из кинофильма «Веселые ребята». Нам песня строить и жить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Из радиограммы Эрнеста Кренкеля в редакцию «Дня мира». Погода снежная, запятая. Сильный северный ветер, точка. Сообщение мысам закрыто метелью, точка. Уже три часа московского утра, точка. Удит радио, точка. Берлин битых десять часов угощает барабанным боем, вызывая недоумение. Это музыкальная минута или последние новости Германии, точка. Даже мы с оловяном слышно, что Германия марширует, точка. Из письма немецкого писателя-антифашиста Эрнста Толлера в редакцию Дня мира. Оружие фашизма – ложь. Ни один диктатор в истории не применял этого оружия таким утонченным и коварным способом, как национал-социативная диктатура против Германии и германского народа. Ложь, ложь и ложь отмечает путь этой партии. Колжи присоединяются в концлагере, каторжные тюрьмы и топор палача. Мое слово – воззвание к мировому общественному мнению, к совести всех благожелательных людей, борющихся за политическую и социальную справедливость. Если Тельман будет отдан палачу, то тем самым будет отдана палачу сама справедливость. Седьмой всемирный конгресс коммунистического интернационала избрал Тельмана почетным председателем. Представители 65 коммунистических партий обсудили вопросы борьбы против наступления фашизма. Выступает генеральный секретарь болгарской коммунистической партии Георгий Димитров. Мы в стране своевременно извлекали и использовали все уроки из своего собственного опыта, как революционного авангарда пролетариата. Мы хотим, чтобы они, возможно, вскоре научились плавать в бурных годах классовой борьбы. Они оставались на берегу, как наблюдатели-регистраторы, набегающие вон в ожидании хорошей погоны. На трибуне генеральный секретарь Компартии Франции Морис Торрес. У нас есть воля к тому, чтобы избавить нашу страну от позора и ужасов фашизма. Чтобы помочь освобождению наших братьев, стонущих под игом фашизма. Чтобы всеми силами бороться за хлеб, за свободу, за мир, за защиту Советского Союза. Что было бы с народами Европы, что было бы в далекой Азии и во всех частях земного шара, если бы не было великого, могучего Советского Союза, говорилось в воззвании исполкома Коминтерна. Мощная пролетарская держава – ведущий фактор мира. Защита СССР есть защита дела мира. И предвидением будущих боев, и предупреждением агрессорам звучали строки песни, родившейся в 35-м. «Мы – мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Младшие братья и сыновья тех, кто брал зимний, штурмовал перекоп, «Через шесть лет они вступят в смертельный бой с фашизмом и победят». Ровесники страны. 18-летние 1935-го года. Кончался 1935-й. О чём рассказывал последний выпуск киножурнала. Первый советский кинофестиваль открылся. В Москву прибыли делегации Франции, Пакии и других стран. Лётчик Голубев-Снайдин. После 18 дней розысков самолёта аэросани, высланные на помощь экипажу, в селе Ижма забрали Голубева и его экипаж для доставки в Архангельск. Экс-чемпион мира. Король позиционной игры Фозе Рауль Капабланко встретился в одновременном сеансе с 30-ю шахматистами города Ленина. На 47-м ходу Капабланко сдался самому молодому участнику сеанса Виктору Васильеву. В результате Капабланко выиграл 10 партий, проиграл 11, ничьих 9. Сеанс показал высокий класс советских шахматистов. Так, это Капабланко, над fijнаюйняк для Georgиевов и confidenceless. Викторе, Господа лемян fühла нагреваемый и бегала. История, Викторе Высокировалась Субтитры создавал DimaTorzok Новым годом! И вновь меняется караул На пост заступают дети и внуки тех О ком мы рассказывали сегодня? Ушел в историю 1935 Нет, эти годы не уходят от нас Они продолжаются Продолжаются в нас и в детях наших Все годы, прожитые нами До нас и после Все годы, из которых и складывается Биография страны Наша биография Биография Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok